Татарина Константин Борисович Смотрел вебинар 128 Ой, важнейший вопрос, ребята И там вы разбираете вопрос Об оголенных корнях И влияние этого на состояние растений Оголенные корни, важнейший вопрос Это так часто бывает, даже когда вы не хотите У меня подобная ситуация сложилась с сеянцами Вы дали приказ засыпать срочно Ну не приказ, а может быть приказ Я же привык командовать, я же лев Я засыпал, но дошел ли до корневой шейки, не знаю Видите как Корни были голые Я караул срочно засыпаю, засыпал А где корневой шейки? А эти? Как быть? Кстати, у Латинкова есть видео И в нем он говорит и показывает, что уровень посадки Это первый отходящий корень Но это место, я понимаю, не совпадает с положенным уровнем земли Кстати, вот тут вы увидите, что нет такого понятия положенный уровень земли Вот, иначе вы не гадали бы, сколько засыпать Вот теперь и думаю Сухари от семидолей видны, сантиметры от земли на моих сеянцах Более-менее прилично Лучше подстраховаться Короче, это так получается Подобрал десяток фотографий Внимание Я в лесхозе Есть такая привычка На моих глазах весной Значит, трактор с одним единственным левихом Но такой большой левих Это самое Делает не просто пашет землю А каждый раз борозда глубокая для посадки семян За ним идет человек И вот такой глубина борозды Семечки Вот Уже тогда мне показалось, что это что-то не то Проходит несколько лет Я приезжаю А они говорят У нас никто не покупал Мы все это запахали Ну, а это же государственный лесхоз? А им по херу Я уже выбирал такое слово Пусть оно немножко матерное Им по херу Потому что зарплата идет независимо от того Купят или не купят Это государственный лесхоз Вот И они каждый год засевали Осенью Кроме меня И Чернобаева Никто никогда там не пастя И не добывал Уссурийских груш Только мы двое Мы не знали друг о друге Но уже растили Только двое Так вот Через несколько лет Когда я побывал второй раз Я увидел Что там, где они поленились запахать Торчат вот такие вот И Когда я их начал выкапывать Оказалось, они негодны Почему? Они умудрились с этой глубины Вылезти Вылезти Так За Лет пять Вырасти до высоты Пятьдесят Семьдесят Сантиметров Они не могли расти дальше Они были так заглублены Ну часть штамбы Такая большая Вот она Заглубление Смертельное Написал И вот они вырасти до полметра А дальше не растут А я-то еще не это Я-то уже знал Что они заглублены Но я не думал Что когда я выкопаю Я выгружу такую картину И я ни одного у них не купил Но фотографию я сделал Вот так вот Как нельзя садить в лесхозе Потому что Тупость невероятная Они в лесхозе Не садоводы Они выращивали Для чего? Им было нужно Для Как это называется Зеленое Это зеленое Ну в общем Для озеленения Того же Сайногорска Ни один Ни одна груша В Сайногорсе попала Иначе бы они Дошли до плодотношения За эти 30 лет Я бы увидел Что вот они Дикие груши Плодят В Москве На улице Парковой 15 Я Дикие груши видел Только их никто Почему-то не собирал Посадить посадили Ну Но я видел Я видел Настоящие Дикие груши А здесь Ни одно В город Не переехало А зачем Работа идет Солярка Тратится Техники полно Все предели Вот Вот такие дела Ничего Купить Оказалось Невозможно Вот Пришлось Садить Самому Но этот опыт Мне пригодился Это вторая крайность Потому что О чем мы говорим Мы говорим О ситуации Где корневая шейка Вот один край Пришлось ему засыпать И он написал письмо Прав ли он Нет Смотрим дальше А вот это Получилось Тот самый случай То есть я подобрал фотографии Я даже не помню Откуда Фотографии Вот это В чем я убедился Один раз Я Это не это Случай Я был на Эдае И когда я там Был знакомым В гостях В саду Сосед говорит Константинович Ваши Саженцы у меня не растут Мы заходим А я Для меня Не бывает Хоть одного Случайного Все закономерно Захожу Десяток Моих саженцев У всех Корни оголены А он говорит Они не растут Они все Десять были живы Если они были Метр и полтора Так они остались Метру и полтора Прошли три года Все живы Все в зеленых листьях Растения растут А корни были Вот намного больше оголены И вот тогда Тот первый случай А все таки Я уже начинал продавать А мне не то что Обиду Я говорю Да вы что С ума сошел Корни под землей Должны быть У тебя они оголены Посадил правильно По железу На холмы Но ведь тут же мороз Моментально же Ведь корни не выдерживают Больше двадцати градусов Ну пусть тридцать Но не сорок же А найдай же Горы Там холоднее Вот видите Это одна кровь С ней мы вроде разобрались Груша Где скажите мне Ой слива То есть Где скажите мне Пожалуйста У него корневая шейка Ответ От железа А хрен ее знает Нормальный ответ А здесь Это я выкопал Абрикос Здесь особый случай Который у меня Всю зиму В коробке Простоял Незакопанный А потом мне Николаевич говорит А ты раскопай То есть Зима прошла Саженец оказался Жив Незакопанный До нового года Был Мороз До сорока Так Рядом Две сливы Есть фотографии Все это мы проходили Они замерзли А абрикос дал Правда Лист был не очень Такой живой Но он оказался живой Когда я выкопал Я увидел Все правильно Посажен мною В горшок То есть В горшок А я тогда В картонной коробке Продавал Как положено Его не купили Он остался Зимовать Прямо в горшке У меня До нового года Снега нет Мороз был Ну может не сорок Тридцать восемь Тридцать пять И он оказался жив А вот я выкопал Чтобы показать Где корневая шейка Вот это Профессиональная работа Благодаря Вот тому Что он вот так Закопан И вот так вот Чтобы вот это место Беззащитное От мороза Это же часть корня Пусть это же там Но это часть корня Или так бы он погиб Или вот так бы он погиб Потому что просто бы сгнил И только благодаря Вот этой метке Точного расположения Вы же видите Прекрасно Что это не ошибка Что правильно расположить Только благодаря этому Он пережил страшное Специальное Нет не специальное Случайное Но очень важное испытание Пережел И корни потом Я еще пытался ломать А они живые Вот так Вот это и есть то самое Но Сейчас мы вернемся К Владенкову Внимание Вот этот я как-то показывал Здесь у меня Обрушился ком земли А мне надо было Все равно его продать Может я подешевле продал Может извинился Вот Но все-таки он попал В ящик Сколько мог Картонный Засыпал Но не полностью Сказал Привезете И до сюда засыпите Вот это Сказал Подземная часть Вот это Откуда им было знать Видите Идем дальше Вот Это Вот оно Мое пятнышко Это старая фотография Рукой своей ставим Видели Вот она Моя прививка Вот Это вам не Это я вам потом ниже покажу Ублюдочная прививка почкой Это ублюдочная Вот Она распространена Только потому что Ни один питомник Никаких этих Приватилучих габблерок Никаких веток ему не хватит Вот Это значит Пять раз меньше Вырастет А значит Цена саженца будет Пять раз выше Как уже Ну не пять Но два Видите Вот И если уж есть Такой ком земли То тут уж никаких меток Не надо Кроме юг-север Тут уж Самый идеальный вариант Ну это я так Прикалываюсь Вот Теперь смотрите Это еще не все Мы берем И садим Косточку Эту я не садил Она Была вдавлена Моими ногами Целый месяц Я на нее Давил 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 Ну весна пришла Расставила земля И она все таки взошла Вот видите Вот это вот И есть Расточек Ну судьба И незавидная Потом все равно Затоптали Но это уже Учебный снимок Смотрим дальше Вот Вспоминаем Латинкова Помните У него где Корневая шейка Где Эти Верхние Верхние Это самое Так А здесь Получилось Вроде бы Человек садил По железу А как то У него Вот эти Оказались выше Вот здесь Латинков прав Надо Теперь уже Что делать Ну так получилось Вот посадил Это или ошибка Природы Или может быть Когда Поливали Там Немножко земля Как бы Раз Как это называется Размазалась Вот Вот тут да Если Вот тут прикопать Вот так Закопать До сюда Он может Сгнить И Латинков Умнейший Мужик Один из Современных Гениев Да Вот Он Когда Сказал Вот на этом уровне Может чуть выше Вот это Вот на него Сослался В предыдущем Письме Товарищ Он прав Потому что Мы не знаем Метки нет Тут 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 Стоит Чуть-чуть На сантиметр Заглубить Сгниет Ведь То есть Это Перестраховка Уже Если взять Закопать Этот верхний Корешок Буквально На миллиметр Выше сделать Уровень Уже Корни под землей Уже Сажен спасен Поняли Да Это Такой Удачный Снимок Что Вот так вот Растет И вдруг Корни наперем Это не все А вот он Все лето Этот саженец Это тоже Мне прислали фотографии Сколько у нас Сейчас таких Вот Наблюдателей На сотни Ребята Мы все равно Победим Вот Только через 100 лет Не раньше Нет Шучу Через 98 Нет Через О господи Хоть бы одного Нашего Пробиться Мы бы за несколько лет Бы Это Всю страну Быть накормили Фруктами Причем Не отравливались Сколько миллиардов Уходят за границу За то Чтобы кушать Отравливые фрукты А Хотя бы Путину Быть сделали По моей технологии Отдельный садик Ну там Пример министр Ну там Министр Ну чтобы Хотя бы Они не ели Отравливые фрукты От их здоровья Зависит Наше будущее Представляете Я По молодости Дурак 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 Читаю Китайская диета Съедать Каждый день Два килограмма Яблок Больше ничего Ну Я пошел Купил Пять огромных Яблок Ну по нынешней Как я представляю Грамм По 500 Такие Вот После второго Яблока У меня Этот Два дня Это Орезало Желудок Я понял Отраву Столько Наелся В этот Килограмм Добросовься Диета Худеть буду Здоровья Прибавлять Буду Два Вот Таких Яблока Вот И два Дня Желудок Горел Как будто Они умеют Китайцы Делать Без Отравы Они Без Отравы Все Ничего Не Умеют Делать Итак Мне Присылают Эту Фотографию Что Я Это Тот Сам Корень Все Делать Засыпать Снегом А что Делать Весной Весной Закопать А где У него Шейка Ну Здесь Уже Как-то Можно Знаете Если Визуально Видно Если Это Абрикос Внимание Вот Вот Вроде Красная Абрикос Красота Где-то До Сюда Может Вот Так Надо Засыпать Но Лучше Бо Метка Была Стоит Чуть На Сантиметр Выше И Через Кагалет Он Мертв Об Этому Никто Не Знает Уча На 5-6 Сантиметров Это В Книгах Это В Статьях Даже 10 Сантиметров Причем Это Непростые Люди Вот Они Все Обвешаны Этими Самыми Званиями И Погодами Страшно Из-за Них Садов И Нет И Наконец Снимок Для Будущих Учебников Это Я Им Так Горжусь Вот Это Очень Умный Толковый Человек Послушался Меня Вот Он Закопал Глубоко Я Сказал Немедленно Выкапывайте Он Вот так Было Закопано Верхнее Это Это важнейший Момент Не зря Мы Говорим Об этом Пусть Второй Раз Но Это Очень Важно Вот Так Было Закопано Он Раскапывает Ясно Что Косточка Была Тут Где-то То есть Была Закопана Сантиметров На Десять Дерево Росло Оно Может Быть Начало Чуть Сдавать Чуть Сдавать Уже Может Он Пожал Что Листья Начали Желтеть Не помню Но Факт То Что Я Заставил Вот Это Откопать Откопанное Живо Начал Давать Вот Эти Ростки Почему Это Почки Это Корни И Они Корнями Никогда Не Стали Это Персик Это У Яблони Они Стали Корнями И Дерево Могло Выжить А Персик Погиб Мы Спасли Персик Мы Убедились Что Эта Часть Должна Быть Так И Этой Фотографии Нет Цены Это Для Будущих Учебников Ребята Поняли Вот Так Вот А Вот Это Вот Самая Страшная Речь Какой Можно Представить Я Показывал Вам Но Еще Раз Покажу Почему Этот Саженец Был Получен Посылки Из Крыма Естественно Что Мы Сейчас Его Разглядим Сколько Ему Оставало Жить За Нем Был Заплачен Рублей 500 Сергеем Железом Вот Это Мы Вот Тут Кусочек Мы Не Сразу Мы Так Надели Что Он Выживет Даст Ветки Вот А Пока Посадили И Что Мы Перед Посадкой Вот Вот Здесь Заканчивается Это Палка Вот Это Есть Палка Корне Тут Сголькин Хрен Это Немательное Слово Хрен Это Такое Растение Помните Хрен Хрен Растение Поэтому Сголькин Хрен Вот Это Я Не Матерюсь Была Выращена Вот Эти Вот Корешки И Вот Сюда Был Живлен Почка Когда Почка Это Это Передо Мною Это Это Когда-то Будут Мои Один из Тысяч Моих Ученических Даже Экзаменационных Официальных Фотографий Вот Смотрите Не повторяйте Чтобы студент Говорил Что после Этого Дураку Понятно Только Авторам Не понятно Что Когда Почку Вживили Отрезали Верхнюю Часть Палки Палки Подчеркиваю Не саженцы Палки Которая Обросла Корнями Так Отрезано Было Это место Оказалось Самым Слабым Ну То есть Страшная Рана И тогда Его Посадили Поглубже Где-то Вот так Согласны Нет Я ничего Не привезу Ходить Еще Крупнее Сделаю Вот Эти Авторы Мордой Вот сюда Вот сюда Вот сюда Закопали Вот так А Теперь По земле Все это Выживет И на следующий Голод Уже Гниющий Уже Инвалид В самой Последней Степени Но еще Живым Вот этим Самым Был Послан Сергею Подлость Несусветная Вот так Вот так Вот надо Разбирать Почему Потому что Это Следующий Этап О чем Мы сейчас Говорим Правильно Мы продолжаем Говорить О корневой Шейке Поняли Но мы взяли Теперь Следующий Этап Современное Производство Саженцев И к сожалению Современное Производство Промышленных Садов Настолько Недолговечных Что В них До слез Жалко Видели Видели Это год Спустя Поняли И вот Это вот Посылка Рассылает Смотрите Внимать Я сразу Извините Сколько выражений Блевать Охота Все Пошли Дальше Вот Это Здесь Почти Хорошо Смотрите Здесь Поверьте Мне Это Абрикос Раз Второе Это Чуть Чуть На пол Сантиметра Нет Наверное Больше Почему Косточки Должны Были Полностью Лежать На земле Теперь Получается Что Основание Штампа Вот Настолько Ну Хоть На пол Сантиметра Но Заглублено Ему Ещё Повезло То Что Когда Садится В такую Почву Такая Почва Час Встречается Она Называется Песчаная Она Называется Вот Ну Сейчас Примерно Супище Ещё Называется Ладно Проехали Вот Тут Заглублено И у него В 20-30 лет Уже никогда Не проживет Единственное Что вот так Всегда Будет сухо Всегда Но холма Я не вижу Может А Его может Спасти пересадка Но это Другой разговор Поехали дальше А вот А вот это Настоящее Мне всегда Когда Косточки Оказываются Вот так И вот так Смотрите Эти косточки А никто Не подходил Внимание Вот они А никто Не подходил Вот Как они Оказываются А когда Я таких Десятки Ну Пусть и сотни Ну Несколько Десятков Увидел Подряд Фотографии Сам делал Или Делали их Мои ученики У себя уже Вот тут Семедоли Видите Вот тут Этому Дереву Ну Подумаешь Персик Ему суждено Длинная Длинная Красивая Жизнь И еще Хорошо Мне нравится Что здесь Супись Не супись А чипа Уже чистый песок Вот это Длинная Длинная Жизнь Вот они Семедоли Вот они Они под землей Эй вы Неудобно Фамилию Называть Сейчас Вот эту книгу Да Одним из авторов Является Тот Кто написал Ну Раз там Два автора До чего Пописали Заглубительная 5-6 сантиметров Она сейчас В Яндексе Торчит Сколько лет Прошло Значит Перездание Перездание Но цифра 5-6 сантиметров Ну Уберите Вы Роди Бога Ну Сколько Можно Людей За это Самое Моросить Голову И еще Я хотел Вот это слово Заметно Найти бы Человека Который бы Перед самым Рождением Рождением Понимаете Перед тем Как вот Она же Под землей Была А потом Интересно Что корень Ее выпрямляет Смотрите Вот так вот Полностью Выпрямляет Корень Какий-то Рычаг Какой-то Непонятно Как Да еще Что она С земли Буквально Вырывается И в какой-то Момент Бах Отскакивает Вот Где бы Этот момент Чтобы мы Знали Чтобы понимали Что происходит В природе Каждый раз Вижу В стороне Никто не подходил Никто не трогал Никто не отодвигал Кто тут Что тут И еще таких случаев У меня Десятки Еще раз Показывал Семидоли под землей Прощай Вася Помните Как это называется Яролаш Прощай Вася А здесь Это моя фотография Это у меня В саду Вот так Они Полностью Были закопаны Полностью Я вначале Когда Тетя штуки Видел Я думаю Да ебко И у меня Размыло Вчера Они были Чистые И вдруг Смотрю Раски Да как Вот Упираясь Вот в этот Вот Как Рычагом Вдруг Со всей силы Ведь она под землей Тут Бывает это Единственное что плохо Когда Каменистая Там Нет Это Когда Закаменелая Почва Вот это плохо А так Она из простой почвы Вот так Выдергивая И вот Вот так Нет Корень пошел вниз И вот это Вот Красоту Вот так Вот Раз И вот Она Из земли Буквально Вот это Красота Вот почему У меня Они погибают Понимаете Полностью Вот смотрите Где Корень Так И где Штамп Видите А вот Они Семидоли Через День Вот это Будет Такая Ну Фотографию Мне прислали Перед Перед Вот Никогда Никогда У меня Не Преснили Эти Самые Самые Косточки А это Уже Кто-то Получил У меня Ушурийскую Желтую Вишню Жуковскую Войлочную И Уже На свой Лад Делает Напоминаю На всякий Случай Следующая Кстати Видите 18 18 А Наверное Я тогда Высылал Разные Года Но Честно Смотрите Честно Если Это Мое Так Поэтому Получается Так Впереди Новый Год Сразу После Нового Года Южанам Пора На Содификацию Вишни И Сливы Потом Средняя Полоса Ну допустим 15 Января Вишни Сливы Числа 15 Февраля Абрикосы Как там Помните Посмотрите Не А то Бывают Такие хвосты Выпустят Одних Такие А другие Спят Посадил А эти Погибли Потому что Сильно Длинные А те не взошли И Там Или там Из 58 Или 3 Обидно Вот Тут То что я выше Говорил Раз Посмотрели Поковырялись Ну аккуратно Чтоб Не это Не поломать Ну Возвращаться Не буду Вот это И есть То самое Первое Это Для меня Сигнал Тревоги Если Вот Здесь Я вижу Так Да Это значит Что пора Перевращивать Банку Вот Почему И через Дни Они Очень быстро Растут Эти хвосты Но у них Еще есть Одно Свойство Они Отнимают Вот те Которые Возошли Сейчас Они Пьют Влагу Так Что Вот эти Ниши Вообще Могут Не взойти Просто Элементарно Не хватит Влаги Чтобы Совершить Вот это Вот Помните Бум Нужно Чтоб Влага Переполнила И Изнутри Произошел Взрыв Значит Что Посмотрели Караул Прошло Допустим Полтора Месяца У вас Должно Быть Написано На банке Когда На стрекацию Положили Аккуратненько Вытрахнули Лучше Когда Широко Видите Банки Стандартные Вот Они А эти Широки Ну Показывайте Да вы Видите Что Широк Из него Легко Вытряхнуть То есть Даже банка Не любая А здесь Два литра Прилично И все равно Надо уже Первый этап Позади Первая Прикидка Так Вот эту Фонарапию Мне прислали Чем вам нравилось Сохранить Спасибо Что приняли Мой заказ Сын вечером Должно платить Я хочу Поставить Фото Как мне кажется Показываю Влияние Тепловой Подушки То есть Тепловая подушка Мой термин И уже Человек Из наших Я сразу Отличаю Стоит Вот этот Применитель У нее Получается Так Ближе Значит Теплее Может быть Ветра Меньше Правильно Чем ближе Высота В здании А вторая Уже Более жесткие условия Уже сбросила Лист Видите Вот Уже лист Бросила Вот И Дальше Знаете Наша песня Хороша Здесь наверняка Условия созданы Для более южных растений А вот здесь Для более северных Это просто На будущее Есть дом Дом Отапливаемый Значит С южной стороны Может что-то вырасти Или запады Так Видите Как хорошо пишут Абрикосы Вроде Одинаковые А осенью Одной Наступила Раньше Так Тамара Колодин Ровни Сейчас Скажу